Первый случай гибели на воде. Утонувшего до сих пор ищут водолазы. Точка в громком деле о подлетевшем батуте, в котором пострадали дети, поставлено. Какой приговор получил владелец аттракциона? Собаководы и их противники не могут поделить парк. Возможно ли найти компромисс? Начнем. Первый случай гибели на воде произошел в этом сезоне. 18-летний парень выпал из лодки и утонул на озере в селе Лесное Бийского района, сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска. Пропавшего вот уже почти сутки ищут водолазы. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. Напомним, купание во всех открытых водоемах сейчас запрещено. Вода еще не прогрелась. И поэтому во время купания может произойти скачок давления, спазм сосудов и в итоге потеря сознания. Также при резком охлаждении, предостерегают спасатели, сокращаются мышцы, что влечет за собой судороги и остановку дыхания. И вот с целью предупреждения таких трагедий, а также отработки других чрезвычайных ситуаций на водных объектах, спасатели краевой столицы сегодня провели комплексную тренировку. Они инсценировали происшествия и задействовали технику. Подробнее об этом в сюжете Юлии Щепиной. На помощь утопающим. Так на извлечение пострадавших выдвигается спасательный отряд. С открытием летнего сезона чрезвычайные ситуации дело нередко. Сегодня же это отработка учебных задач. Сегодня мы проводили мероприятие по оценке готовности подразделений сил и средств Алтайского края к действиям по спасению людей на воде. А также оценивали готовность взаимодействия различных служб в спасательных операциях. Мероприятие показало высокий уровень готовности подразделений и технических средств, считает Александр Макаров. У нас достаточно многоцелевое подразделение. То есть и на маломерных судах работаем, и работаем водолазные, поисковые работы различные, подводно-технические работы. Это и обследование, и помощь в ремонте гидротехнических сооружениях осуществляем. Сегодня, по легенде, на маломерном судне возникло возгорание. Два человека оказались в воде, два на борту и нуждались в помощи. Специалисты эвакуировали пострадавших, потушили пожар, как с берега, так и с маломерного судна с помощью плавающей мотопомпы. Движения для водного транспорта в зоне проведения спасательных работ перекрыли. Использовали различную технику. Это и беспилотные авиационные системы были, и пожарная техника. Техника, которая непосредственно для оказания помощи на воде. Всего задействовали 24 единицы техники и команды опытных спасателей. Так Павел Беляев с 30-летним стажем работы рассказал и о реальных, чрезвычайных ситуациях. Что касается маломерного флота нашего, то есть лодок, наиболее такой запоминающийся случай был. Это 2014 год, когда большой поводок случился. Мы работали в республике Алтай. По эвакуации населения. Сначала в поселке Козелозек, потом в поселке Южном. Ну, на огромном течении, то есть из домов приходилось вытаскивать людей через бульон с камнями, вывозить на берег обетованный. Сложно было, страшно. Добавим, подобные мероприятия прошли сразу в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Юлия Щепина, Егор Волков. День с толком. Сегодня, в День российского предпринимательства, завершился Большой конгресс предпринимательских объединений края. В течение недели бизнес-сообщества региона, краевая власть и представители общественных объединений обсуждали актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса. Об этом подробнее далее. Форум уже стал традиционным мероприятием для подведения итогов совместной работы бизнес-сообщества и органов исполнительной власти. Конгресс дает предпринимателям возможность получить экспертную помощь в сферах налогообложения и надзорной деятельности. Так, одной из главных тем для обсуждения стал вопрос о пересмотре величины кадастровой стоимости объектов недвижимости. Действительно, выкупная стоимость земельных участков 100%. Для большинства предпринимателей неподъемная величина. Мы конкретно предлагаем ограничиться для производственных предприятий величиной 20%. Для остальных субъектов предпринимательской деятельности 30% от выкупной стоимости. Обсудили и проблему налога на имущество. В прошлом году были приняты изменения в закон, которые касались вычета в 300 квадратных метрах. В этом году мы видим, что данные изменения, принятые, требуют небольшой доработки. Отрадно видеть, что позиция Виктора Петровича и правительство готова к сотрудничеству. Соответственно, я думаю, что все-таки мы сделаем данную норму закона рабочей и возможной для использования всеми предпринимателями. Особое внимание уделили проблемам сельской торговли. Сельские магазины, сельская торговля, особенно в селах, где численность населения составляет менее тысячи человек, на мой взгляд, необходимо вводить условно-нулимую ставку для таких объектов, потому что там бизнеса нет, там больше социальная нагрузка. С предложениями выступили представители молодежной секции, молодые предприниматели нашего региона. Из наших ключевых запросов, которые мы обсуждали, это создание, тоже специализированного, создание единого центра поддержки молодых предпринимателей, поддержки не с точки зрения финансов, а с точки зрения их дальнейшего сопровождения. Также поговорили о мерах ответственности в сфере нарушения интеллектуальной собственности и незаконном использовании товарных знаков розничной торговли Алтайского края. В ходе обсуждения эксперты со стороны бизнеса и органов власти обменялись мнениями и способами решения проблем. Их признались участники найти непросто, но совместные усилия должны упростить жизнь алтайскому бизнесу. В Барнаул накануне приехали председатели профсоюзов-строителей со всей страны. Они обсудили важность развития профсоюзного движения. Как привлекать молодежь в эту сферу, как защитить права работников и поддержать работодателя. Наша съемочная группа побывала на встрече. Передаю слово Ирине Корчагиной. Многие из них ни разу не были на алтайской земле. Профсоюзные лидеры из Московской области и разных регионов страны приехали в Барнаул на семинар, который проводит Краевой профсоюз строителей. Повод особенный. В этом году Алтайской организации профсоюза строителей исполнилось 70 лет. Цель мероприятия, конечно, это активизация профсоюзного движения, здесь конкретно в профсоюзе строителей. Встреча, связи, обсуждение проблем внутренних, обсуждение проблем внешних. Задача – обмен опытом, по большому счету. Для меня это возможность общаться с коллегами, с лидерами профсоюзными других регионов, чтобы понимать, а что еще мы можем сделать для того, чтобы свою работу сделать более интересной, качественной, привлекательной. Такие встречи, говорят лидеры профсоюзов, привлекают внимание к важной проблеме. Далеко не все участники строительной отрасли состоят в профсоюзном движении. Практически нет профсоюзных организаций, это в генподрядных организациях. Но это проблемы сегодняшнего дня, потому что они раздроблены, в основном как бы индивидуальные предприниматели. А ведь профессиональное объединение позволяет устранять пробелы в законодательстве, следить за охраной труда, что особенно важно в строительной сфере, и, наконец, протянуть руку помощи в нужный момент. Если взять одну организацию, не буду ее называть, там на сегодняшний день проблема закрытия этого предприятия. Почему? Потому что там скоро закончится ресурс, и нужно обращаться к министру. К министру для решения этого вопроса, потому что если остановится это предприятие, более 300 человек окажутся на улице. И кто, как не профсоюз, должен озаботиться о людях, о предприятиях и о тех же руководителях. Коллеги из разных регионов обменялись опытом. Так, например, красноярцы рассказали, как они привлекают в строительную сферу молодежь и как работодателю получить уже подготовленного студента. Я услышал, у вас ежегодно 800 человек выпускает студентов, то есть строительная отрасль. У нас по Красноярску, то есть только по городу Красноярску, два учебных заведения, 2000 человек выпускает. У нас существует сейчас проект в плане того, чтобы на этапе 3-4 курса выпуска, то есть проводить небольшую школу по линии профсоюза. То есть это погружение в профессию, это экскурсии на предприятие. На встрече также обсудили важность взаимодействия между работодателем, профсоюзом и местной властью. Трехстороннее соглашение между работодателями, властью и профсоюзами. Вот этот документ, он в дальнейшем дает возможность работать трудовым коллективом с целью улучшения своих экономических, защищать экономические права. Для чего самая главная задача, которая профсоюзу стоит, защитить экономические права. По словам профсоюзных лидеров из других регионов, у Алтайского профсоюза есть большой потенциал развития. А главное понимание, что за каждым коллективом стоят люди. Ирина Корчагина, Егор Волков, День с толком. 15 против 1. В Барнауле завели уголовное дело по факту избиения подростка. Инцидент произошел накануне на улице Шукшина, недалеко от школы. Толпа подростков набросилась на 17-летнего парня. Известно, что среди нападавших было как минимум 15 человек. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Подозреваемых задержали. Правоохранители уточняют их возраст и сообщается, что ранее с ними уже работала комиссия по делам несовершеннолетних. По данным следствия, поводом для избиения стал конфликт на бытовой почве. Главный прокурор Алтайского края Антон Герман поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела. И к другим темам. Без реального лишения свободы. Суд поставил точку в трагедии на Батуте, которая произошла два года назад в Барнауле. Напомним, 30 мая 2021 года возле торгового центра в районе Докучаева подлетел Батут. Две девочки, 4 и 5 лет, которые в тот момент были на Батуте, получили черепно-мозговые травмы и переломы. Отметим, что Батут поднялся в воздух на 4 метра. Родители пострадавших детей признались нашему телеканалу, что тот день разделил их жизнь на до и после. В суде удалось выяснить, что Батут работал с нарушениями технической безопасности. При этом оператор аттракциона, который даже не имел специальных познаний о принципах крепления Батута, предупреждал хозяйку, что Батут неустойчив. Накануне суд Ленинского района вынес приговор индивидуальному предпринимателю «Три года лишения свободы условно». Также подсудимая должна выплатить потерпевшим более 4 миллионов рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Классический вуз Алтая отметил 50-летний юбилей. В концертном зале Краевой филармонии состоялось торжественное заседание ученого совета, где служителям науки вручили памятные дипломы и награды. С подробностями Валентина Аскерова. Студенческий гимн со сцены Краевой филармонии звучит для одной большой научной семьи аспирантов, преподавателей, доцентов и профессоров. Сегодня светило образование, собрались в концертном зале, отмечают 50-летний юбилей своего альмаматор. Вдающихся ученых поздравляют народные избранники и представители правительства края. Поздравить вас с золотым юбилеем для человека, когда он доживает до такого возраста. Ну, уже говорят, что это такой золотой возраст. Когда много ему научился, а много еще и впереди. 25 мая, 1973 год. Дата рождения классического вуза. Из одного учебного корпуса на 300 студентов университет превратился в крупнейший кампус, где ежедневно обучаются более 17 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. В численности студентов, если посмотреть по общему числу студентов филиалов в головном вузе, в колледже, то мы фактически второй вуз в Сибирске федеральном округе. Мы уступаемся Сибирскому федеральному университету. И, конечно же, это стало возможным потому, что университет держит высокую марку качества образования. За пять десятилетий вуз выпустил больше 85 тысяч высококвалифицированных кадров, историков, филологов, лингвистов, журналистов, химиков, социологов и многих других. Наши выпускники нашей кафедры, и они практически по всей России. Начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом, это и Москва, и Санкт-Петербург. Мы гордимся своими выпускниками. Конечно, обязательно мы и сегодня встретимся, и завтра встретимся на кафедре, на встрече выпускников. Сегодня выпускников ждет насыщенная праздничная шоу-программа в Титов-арене. А что касается студентов, то для них тоже заготовлен сюрприз – большой концерт с дискотекой. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня более двух тысяч выпускников края сдают первый единый государственный экзамен. 900 человек выбрали для сдачи химию, 400 – географию, 700 – литературу. На выполнение заданий по химии отводится 3,5 часа. На географию – 3, а на литературу – почти 4. Всего 11-классники будут сдавать экзамены по 14 предметам. В регионе работает 75 пунктов приема экзаменов. Три из них на дому. Ежегодно сдавать ЕГЭ регистрируется порядка 11 тысяч человек. Из них 10 тысяч – выпускники этого года. Основной период экзаменационной кампании завершится 1 июля, а резервные дни предназначены для тех, кто пропустил основное время по болезни или другой уважительной причине. Собаководы и их противники не могут поделить общественное пространство Барнаула – парк Изумрудный. Посетители категорически против, чтобы в зеленой зоне выгуливали собак. Да еще и без поводков, намордников и пакетиков для экскрементов. Почему площадкой для выгула собак сегодня пользуются не все владельцы четвероногих? И возможно ли перевоспитать собаководов, которые отказываются подчиняться правилам парка? Узнавала Валентина Аскерова. Она смирная, добрая, ластится к ребятишкам. Я думаю, от таких собак у вреда не будет. Но есть же большие собаки, агрессивные. С теми я не знаю. Валентина Ивановна – ее четвероногая любимица завсегдата и парка Изумрудный. Но гуляют не в специально отведенном месте для выгула собака, а по всей зоне отдыха. Ну, мне негде гулять. Там вот на площадке никого нет, сидеть просто. Вот мы ходим, я ее прицеплю иногда на это самое. Если вижу маленьких ребятишек, то на поводочек. Поводок – обязательное условие для всех восстатых. Для определенной породы необходимый намордник. Но некоторым собаководам такие правила не указ, возмущается руководитель Изумрудного Владислав Вакаев. 90% владельцев собак – нормально, адекватные, цивилизованные люди, которые следят за своими питомцами. Но, к сожалению, стали появляться люди, которые не совсем соблюдают эти правила. В частности, это выгул собак в несанкционированном месте, соответственно, оставление экскрементов. Некоторые выгуливают крупных опасных собак без поводка. Ну и после того, как у нас запустился пруд, еще некоторые владельцы пытаются своих питомцев в пруду купать. Был инцидент, что собак купают в пруду. Вот это правильно или нет? Я считаю, это точно неправильно, потому что, ну, в любом случае, если ты ее хотел помыть, то помою ее лучше дома. Шампунькой и с полотенчиком. А здесь все-таки пруд был предназначен больше для прогулок на катамаране, для сапов и для другого какого-то развлечения, но точно не для мойки собак. Продумываем, во-первых, маршруты передвижения владельцев собак к специальной площадке для выгула собак. Опубликуем это в виде схемы, да, то есть будет ряд территорий закрытых для посещения собаками. В частности, вот эта велопешеходная дорожка, здесь она для занятий спортом, для бегунов, для ходоков, то есть здесь собакам не место. Разумеется, это детские площадки и спортивные площадки. В то же время разветвленная сеть дорожек позволяет пройти по территории парка в специальную площадку для выгула собак и там, собственно говоря, погулять. В специально оборудованной площадке для выгула собак все предусмотрено. Есть даже пакетики для продуктов жизнедеятельности питомцев. Все в свободном доступе. Бери и пользуйся. Но как поводок надевают не все, так и не все убираются питомцами. По мнению кинологов, собаководам нужно прививать культуру поведения в общественных местах. Но делать это нужно поэтапно и комплексно. Я считаю, что у нас в каждом районе города должен быть какой-то социальный кинолог. Социальный. То есть он может быть один на три района, на пять. Ему же не надо с утра до вечера. Но люди должны знать, что они могут обратиться куда-то. Он должен проводить какую-то просветительскую деятельность. Как я уже сказала, 30 лет никого не просвещали, не учили. Теперь хотят всех за три дня научить. Не получится так за три дня. То есть должна быть какая-то система, какая-то программа. Но социального кинолога нет. Вот собаководы и наступают на одни и те же грабли. Нарушают правила. Возможно, некоторые нехотя по незнанию. Сейчас в Зумрудном планируют привлечь общественников, правоохранителей, чтобы те контролировали собаководов, которые игнорируют и нарушают правила выгула собак. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Накануне прошел Международный день пропавших детей. К сожалению, эта проблема по-прежнему остро стоит для нашей страны. Только за прошедший год в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило 9 385 заявок на поиск несовершеннолетних на территории России. Большая часть детей найдена живыми, 95 погибшими, а 24 не найдены. Чтобы напомнить взрослым о том, насколько важно уделять внимание детям и как нужно действовать, если пропал ребенок, в Барнауле провели крупное мероприятие – это мастер-классы, квесты и другие профилактические занятия. Мы всегда привлекаем большое количество народа к этой проблеме, чтобы дети как можно реже терялись. Потому что это большая беда, когда ребенок не возвращается домой. У нас пройдет очень интересное занятие по квесту, где дети узнают, что делать, если ты потерялся в городе, если ты потерялся в общественном транспорте, что брать с собой в лес, как правильно собирать с собой рюкзак. С родителями также провели профилактическое занятие. Им подробно разъяснили меры предосторожности и рассказали реальные истории поиска детей. Добавим, за прошлый год алтайские добровольцы спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли 41 ребенка. И к другим темам. Первую партию абсолютно новых седанов «Амода С5» доставили в Барнаул. В автоцентре АНТ, единственном официальном дилере «Амода» в Алтайском крае, уже в наличии автомобили С5, которые можно приобрести. Наша съемочная группа первая встретила эксклюзивные авто. Подробности далее. Маршрут «Владивосток-Барнаул». Больше 5000 километров пути, 75 часов в дороге. И все ради того, чтобы доставить в столицу Алтайского края эксклюзивные и первые в России высокотехнологичные седаны. Вот он, новый современный автомобиль «Амода С5» седан. И у нас с вами есть прекрасная возможность прикоснуться к эксклюзиву. Пока что таких машин в Алтайском крае всего лишь 5 штук. «Амода» – автомобильный бренд из Китая, который в России всего за несколько месяцев приобрел большую популярность благодаря кроссоверу «Амода С5». Теперь бренд выводит на российский рынок свою вторую модель – седан С5. Переднеприводный авто компактного сегмента может похвастаться экспрессивной внешностью, современным салоном и богатым набором опций. Многие автолюбители привыкли, что в последнее время выходят машины новые какие-нибудь кроссоверы. А здесь вышел «Амода С5» седан. И первое, на что обращают внимание автолюбители – это багажник. Думаю, что он будет маленький. Однако мы открываем и видим огромнейший багажник объемом почти 500 литров. Помимо вместительного багажника «Амода С5» может похвастаться камерами кругового обзора, 17-дюймовыми колесными дисками, эффективным турбодвигателем объемом в 1,5 литра и мощностью в 147 лошадиных сил. А внутри вата ждает роскошный интерьер, многофункциональный руль, спортивные передние сидения, бесключевой доступ и беспроводная зарядка телефона, а также два качественных экрана, панели приборов и мультимедиа. Приобрести машину вы можете уже сейчас. Только до 31 мая действует особое предложение на покупку «Амода С5». Подробности в отделе продаж автоцентра «АНТ» на Половском тракте 249-Д. А на этом у меня все новости уходящей пятницы. Неизменно для вас телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Отпистак pentru av призвала» Т. Euh – Продолжение следует...